Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. Мы с вами далее разбираем 320 зависимых предлогов в английском языке. Следующее выражение «trouble with the» часто переводят как «проблемы с чем-то» «trouble with the» где, скажем, используют данное выражение «У него проблемы с машиной». Пословно, скажем, со своей машиной У него проблемы с машиной «У меня были очень большие проблемы с этим». Используя слово «trouble» получается «у меня были очень большие проблемы» «У меня были очень большие проблемы с этим». «У меня были очень большие проблемы с этим». Имеется в виду «сейчас», а раз так, используем время «present continuous». «Я пытаюсь справиться» «I'm trying to cope» со всей этой работой Я пытаюсь справиться со всей этой работой К сожалению, он не может справиться с этой задачей К сожалению, unfortunately, unfortunately, он не может справиться с этой задачей К сожалению, он не может справиться с этой задачей К сожалению, он не может справиться с этой задачей «Addicted to» «Зависим от» и также часто переводят как «пристрастился к чему-то» «Addicted to» Скажем, используя слово «addicted» «Он пристрастился к сидению в интернете» То есть он зависим от «He is addicted to» и далее «сидение в интернете» То есть фраза «surf the Internet» Но не просто «surf», а «двалица инк-форма» и получается «to surfing the Internet» То есть так, конструкция, если дали глагол «to sing» формой в этой конструкции получается «He is addicted to surfing the Internet» «He is addicted to surfing the Internet» Он пристрастился к сидению в интернете «He is addicted to surfing the Internet» Она пристрастилась к сидению в интернете Она пристрастилась к «She is addicted to» И сидеть в интернете можно сказать по-другому Например, видите, как еще «surf the web» Это тоже верно Скажем, используя данное выражение Поучается «to» не просто «surf», а «to surfing» Она пристрастилась к сидению в интернете «She is addicted to surfing the web» «Difference between» Разница между «Difference between» Есть большая разница между этими двумя вещами Есть большая разница There is a big difference There is a big difference Между Between Этими двумя вещами These two things There is a big difference Between these two things There is a big difference Between these two things Есть большая разница Между этими двумя вещами There is a big difference Between these two things Нет большой разницы Между этими двумя продуктами Нет То есть не имеется There isn't Большой разницы There isn't a big difference Между Between Этими двумя продуктами These two products There isn't a big difference Between these two products There isn't a big difference Between these two products Нет большей разницы Между этими двумя продуктами There isn't a big difference Between these two products Sensitive to Чувствителен к Sensitive to Sensitive to Как мы скажем Он очень чувствителен критике Он очень чувствителен He is very sensitive К К Критике Критисим Критисим He is very sensitive Критисим Он очень чувствителен критике He is very sensitive Критисим Next Unaware of Не осведомлен о чем-то Или же не в курсе чего-то Unaware of Давайте скажем Используя слово Unaware Мы не были осведомлены Об этих потенциальных рисках Мы не были осведомлены We were unaware Об этих Of these Потенциальных Potential Рисках Рискс We were unaware Of these Potential Рискс We were unaware Получается Мы не были осведомлены Об этих потенциальных Рисках Используя слово Unaware We were unaware Of these Potential Рискс Смотрите Есть также более Продвинутая фраза Totally Unaware Можно перевести как Совершенно Не осведомлен Или же Совершенно Не в курсе Totally Unaware Скажем Используя данную фразу Он совершенно Не в курсе Этой проблемы Он совершенно Не в курсе He is totally Unaware Этой проблемы Of this Problem He is totally Unaware Он совершенно не в курсе этой проблемы. Хорошо. Как мы скажем? Насколько я могу видеть, она совершенно не в курсе того, что здесь происходит. Имеется в виду сейчас. Насколько я могу видеть, эта фраза as far as I can see, as far as I can see, она совершенно не в курсе. She is totally unaware того, что of what здесь происходит. В смысле сейчас? Of what is happening here? Или используя фразы в Google Go on of what is going on here. Используя happen of what is happening here. As far as I can see, she is totally unaware of what is happening here. As far as I can see, she is totally unaware of what is happening here. Насколько я могу видеть, она совершенно не в курсе того, что здесь происходит. As far as I can see, she is totally unaware of what is happening here. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Как мы скажем, компания переживает временное падение продаж. Имеется в виду сейчас, используем время present continuous. Компания, the company, переживает, скажем, используя форму experience. Получается в present continuous is experiencing. The company is experiencing, временное падение, временное, a temporary, a temporary, падение, fall, a temporary, fall, продаж, фраза fall in, и далее уже sales, продажи, sales. The company is experiencing a temporary fall in sales. The company is experiencing a temporary fall in sales. Компания переживает временное падение продаж. The company is experiencing a temporary fall in sales. Было резкое падение спроса на эти продукты. Было. There was. Резкое падение. A sharp fall. There was a sharp fall спроса, fall in demand, на эти продукты. Фраза demand for, а далее уже эти продукты, these products. There was a sharp fall in demand for, these products. There was a sharp fall in demand for, these products. Было резкое падение спроса на эти продукты. There was a sharp fall in demand for, these products. Innocent of. Невиновен в чем-то. Innocent of. Он невиновен в этом преступлении. Он невиновен. He is innocent. В этом преступлении. Of this crime. He is innocent of this crime. Он невиновен в этом преступлении. He is innocent of this crime. Glance at. Взглянуть на что-то или же кого-то. Да, glance. Это британское верно-произношение. Американский glance. Glance at or glance at. В умолчании как раз говорим glance at. Скажем, используя как раз данное слово. Я взглянул на часы, чтобы проверить время. Я взглянул на часы. Имеется на свои наручные часы. I glanced at my watch, чтобы проверить время. To check the time. I glanced at my watch to check the time. I glanced at my watch to check the time. Я взглянул на часы, чтобы проверить время. I glanced at my watch to check the time. Next. Work on. Работать над чем-то. Work on. Как мы скажем, я собираюсь продолжить работать над этим проектом. Используя фразы-глагол go on, получается, я собираюсь продолжить. I'm going to go on. Работать. Working. I'm going to go on working над этим проектом. On this project. I'm going to go on working on this project. I'm going to go on working on this project. Я собираюсь продолжить работать над этим проектом. I'm going to go on working on this project. Хорошо. А как правильно сказать? Он хотел продолжить работать над этим вопросом. Также используем фразы-глагол go on. Получается, он хотел, he wanted, продолжить, to go on. He wanted to go on, работать, working, над этим вопросом, on this issue. He wanted to go on working on this issue. He wanted to go on working on this issue. Он хотел продолжить работать над этим вопросом. He wanted to go on working on this issue. Criticize for. Критиковать за. Criticize for. Ее критиковали за это очень резко. Ее критиковали. She was criticized. За это. For it. Очень резко. Very sharply. She was criticized for it very sharply. She was criticized for it very sharply. Ее критиковали за это очень резко. She was criticized for it very sharply. Их критиковали за эти действия. И критиковали «they were criticized» за эти действия «these actions». «Трамбл with» – дрожать от чего-то. «Он дрожал от страха». Акцент на длительность. Используем «past continuous». «Он дрожал» – «he was trembling» – «от страха» – «with fear». «Он дрожал от страха» – «he was trembling with fear». «Он дрожал от страха» – «he was trembling with fear». «Её голос дрожал от волнения». Используем слово «excitement». Также акцент на длительность. Используем «past continuous». «Её голос дрожал» – «your voice was trembling» – «от» – «трамблин» – «with» – «волнение» – «excitement». «Her voice was trembling with excitement». «Her voice was trembling with excitement». «Её голос дрожал от волнения». «Her voice was trembling with excitement». «Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи! Бай-бай!